друзья дорогие привет попробую записать вам красивый традиционный влог каких давно у меня не было наверное несколько лет но посмотрим что из этого получится я вот даже накрасилась я недовольна часто бываю своим изображением в мониторе но сейчас я не могу этого сказать я вполне довольна монитор мне показывает что у меня отросли корни волос и такой эффект и и вот и вот это расплывчатое изображение потому что камера не хочет фокусироваться не может и это испортила ее я песочком а может я наговариваю на себя но раньше по моему такого не было в общем в первый же год использования этой камеры я уронила на байкале в песок ну как уронила просто она лежала может быть даже не уронила лежала на песке или даже на покрывале на туда попал песок и и когда камеру когда выключаешь камеру объектив начинает вкручиваться вот все вот эти вот составные части вращаются и туда и втягивают песок пылинки этот песок потом вы видели во всех моих видео из вьетнама и бангкока 2016 год ну в общем до тех пор пока я не отремонтировала через год отдала в ремонт видимо песочек убрали но видимо остался невидимый и вот это он дис дисбалансирует неправильно сказать в общем и вносит вот эти нарушения в фокусировку камеры насколько я понимаю только каким образом мешая камере фокусироваться то есть вращать этими или какой здесь фокус ну в общем и или с нам или своим присутствием они создают определенный фильтр да но судя по тому что камера иногда все-таки настраивается камера ну сделай макро не расслабляйся не расслабляйся это портрет портрет ладно в общем короче давайте что-то просто так не болтать я книжные покупки которые давно давно пообещала снять они у меня состоялись это я заказывала в почитай городе в интернет-магазине получила симона симона де бавуар второй пол еще с начну материться вот этой камере еще нужно хорошее освещение смотрите что она служит экрана это воздушный шар цифра 5 посмотрим поможет ли это так в общем вот такое издание pocketbook второй пол два тома я не знаю все ли эти два тома все ли эти тома я даже не видите первый том еще не раскрывала давайте при вас распакую хоть милак жалко я забываю не забываю а очень часто бываю недовольны своими ногтями недовольны и сейчас хотя бы я и хотя бы по крайней мере я их накрасила обратите внимание на трех пальцах лак светлее на 2 темнее так пришли книги упакованное издание вот такое том 1 факты и мифы так чем нам интересно симона де бавуар в общем я пишу диссертацию по теме феминизма тема формулируется так феминизм как социокультурный феномен или как социально-культурный феномен ну что в общем одно и то же а может быть мы потом разберемся в нюансах может это может есть разница издательство азбук и санкт-петербург спасибо вам издательство за то что выпустили недорогую книгу которая так в общем две книжки стоили стоят обошлись мне в 351 рубль очень интересно на мой взгляд оформили мы потом после прочтения или в момент прочтения тени наверно станет понятен выбор именно такого сюжета для обложки так предлагаем читателем первый том полного выверенного издания самого самого знаменитого произведения симона де бавуар второй пол важнейшей книги написанная по женщине за всю историю культуры литературы второй пол это история угнетений заблуждений и предрассудков связанных с восприятием женщины не только со стороны мужчины но и со стороны самих представительниц слабого пола теперь этот один из самых смелых и прославленных текстов двадцатого века доступен русскоязычным читателям в пол в полноценном отредактированном виде сохраняющим всю полноту оригинала нигде не написано сколько томов имеет эта книга я видела вот не вижу я видела в твердой обложке в этом же читай городе на витрине я видела книгу полностью товарищи вообще не вижу сколько там предполагается но я думаю что два потому что на сайте больше не было далее второго тома не пошло дело ладно потом начну читать я так и не приступила вот выкупив эти смотрите вот первый том мифы что там факты и мифы а второй том жизнь женщины и посмотрите здесь уже в стиле пикассо может это пикассо есть я не знаю наизусть всего пикассо но вот полагаю что это его первого хотя могу ошибаться так и жизнь женщины она толще значительно посмотрим почитаем почему симона де бувар я непременно решила купить потому что это его взяли на вооружение феминистки второй волны то есть это было их как сказать знаме то есть с ним вооружившись им они выходили на демонстрации боролись за свои права продолжают бороться по сей день поскольку не не везде еще вторая волна феминизма закончилась то есть она неоднородно распространяется он феминизм распространяется неоднородно так вообще о феминизме я тоже скажу попозже а сейчас вернусь к покупкам книжным там же выкупив вот эти книги которые мне прислали по заказу я прошлась и в общем решила взять томик гумилёва тоже в таком же покет буки издание покетбук конец и вновь начало я давно хочу взять гумилёва приобрести изучить почитать его ну и хотя бы томик иметь у себя в своей библиотеке и вот и почему почему я так загорелась гумилёва не только потому что ну на моем канале есть видео ну на тюрко-монгольскую тему на тему взаимодействия пересечений этих двух культур не только потому что гумилёв тоже на эту тему писал на тему хунну он писал вот даже так или иначе пересекается гумилёв во многом с моей тематикой и больше всего меня вот эта вот этническая тема интересовала в его произведениях потому что как-то году это к 88 но не помню точно и вообще вот не помню что это было за журнал то есть это кажется был журнал юность там были приведены его лекции вот ну конспект лекции и там был пример про трамвай знаменитый пример про трамвай гумилёва так если сейчас сейчас я не буду терять время потом в следующем включении я вам этот пример про трамвай почитаю но как я понимаю пример про трамвай есть и в других его книгах генез и биосфера земли это другая конец и вновь начало еще также я сталкивалась с критикой просматривая видео на ю тубе с такой жесткой критикой с такой труд троллящий критикой гумилёва встречалась у на канале в общем которые смотрю люблю смотреть в общем люблю смотрю с интересом но не все конечно разделяю не все точки зрения но в общем считаю авторы его очень неглупым человеком на чьи мнение можно ориентироваться и не я одна это гоблин пучков на канале дмитрия пучкова там и это видео я еще не посмотрела потому что я поставила на стоп думаю нет сначала я прочитаю гумилёва ознакомлюсь с ним сама составлю свое мнение а потом уже потом уже я посмотрю видео и может быть потом еще выскажу свое мнение по поводу все таки я хочу не не хочу и хочу это видео закончить да вот открылся пример про трамвай гумилёва например в трамвае входят четыре человека одинаково одетых одинаково хорошо говорящих по-русски и так далее допустим один один из них русский а другие кавказец татарин и латыш из припалтики есть между ними разница или нет казалось бы каждому понятно что есть однако один мой оппонент заявил что если между ними не произойдет какого-нибудь глупого надуманного национального конфликта никто и не узнает что между ними есть разница и вообще реальные ее нет ну так оно и происходит да мы же войдя в трамвай не не сможем идентифицировать отличить татарина латыша кавказ от русского ну и бывает же кавказ очень если он не жгучий брюнет то можем и не отличить так так только не говорите мне что что нет такой национальности кавказец я с этим согласна так мы сейчас говорим не о национальности однако один так нет ответил я никакого национального конфликта здесь быть может и не быть любое событие вызовет у этих людей разную реакцию влезает например в тот же трамвай буйный пьяный и начинает хулиганить что произойдет ну русский конечно посочувствует скажет ты кирюха выйди пока не забрали кавказец не стерпит и даст зубы татарин отойдет в сторону и не станет связываться западный человек немедленно вызовет милиционера это четыре совершенно разных стереотипа поведения по моему в той лекции был не прибалт а немец ну русских же немцев тоже много я так себе и представляю что это происходит в ленинграде эту картину очень живо представляю и так именно стереотипы поведения у разных этносов всегда более или менее различны но эти различия при близких условиях жизни часто скрадываются я очень хотела ознакомиться с развитием этой темы ну в общем вот знакомлюсь та критика с которой я столкнулась у Клима Жукова и Дмитрия Пучкова связана с теорией пассионарности и когда я начала читать эту книгу где он идет завязка на эту теорию пассионарности я тоже в общем думаю ну как то это не научно но вообще эта книга хороша тем что он она начинается с биографии автобиографии самого Гумилева где он рассказывает как он складывался из чего это возникло почему возникла эта страсть к этнологии и вот так это я к чему и да интересно что образование у него такое очень своеобразное в основном он самоучка хотя конечно он он учился и в обычной школе и и в вузах все это в основном экстернатом и такой такой опыт обучение сказывается в его стиле повествования он не научный об этом он тоже в этой книге пишет почему он придерживается такого стиля обычного разговорного понятного всем вот и но с другой стороны действительно у людей науки это может вызвать не совсем серьезное восприятие Гумилева но знаете что когда я делала поиск я все искала про этот про трамвай задавала поиск поиск пример про трамвай Гумилева и поиск гугловский ничего мне не дал ну не не нашла я искомого но зато я увидела что Гумилев был в соавстерстве с научным руководителем моего папы академиком окладниковым что-то писал есть у него какие-то работы я конечно не ознакомил потому что ну сейчас у меня сессия я там ну все время занята какими-нибудь то реферат то доклад то статью надо написать и в общем ну так что я вот пока откладываю чтение себе на какое-то свободное время но я обязательно ознакомлюсь с этим очень будет интересно читать кстати окладниковая я прочитала у меня есть книга я как-нибудь сделаю обзор но мне еще надо осмыслить я конечно прочитала такую толстяную книгу но каков должен быть видеоформат этого обзора я себе не представляю ну то есть не то что видеоформат видеоформат понятно что я буду сидеть и просто рассказывать никакого монтажа там никаких картинок никакого иллюстрирования не будет но окладников тоже очень хорошо пишет понятным языком и вообще это хороший тон для ученого для людей науки писать простым языком о сложных вещах я про если вот кого-то смущает эта куча я даже не буду просить прощения за нее вот у меня всегда так ну потому что если я буду тратить на это время ну конечно можно было как-то так сесть вот чтобы не было заметно я вот книгой пытаюсь заслонять это вот кучка возникла только вчера я открыла швейную машину хотела начать шить и все что внутри машины я вытащила а это куча одежды из шкафа я вытащила из шкафа зимнюю одежду чтобы убрать ее упаковать в сумку и мне жалко это делать потому что одежда портится в таком сложенном сжатом виде других условий хранения я обеспечить этой классной одеждой не могу так все давайте это видео я даже наверное закончу и не буду и не буду продолжать этот влог потому что 20 минут и так достаточно вот если вам было приятно меня видеть не забудьте поставить лайк написать что-нибудь об этом если неприятно ну тоже пишите я в общем-то на негативное не сильно обращаю внимание ну конечно как любой нормальный человек это меня вообще не не радует и злит ну в зависимости от настроения я могу даже и ответить симметрично ну если как бы хорошие манеры возобладают я проигнорирую если совсем что-то трешовое я могу отправить в бан и как-нибудь посредством ютуба наказать но в основном я человек добрый я в основном прощаю так ну давайте прощаюсь с вами до следующего видео подписывайтесь на мой канал если понравилось видео смотрите мои видео другие видео о книгах и не только сейчас у меня протекает сессия следующее включение наверное будет уже после экзамена а может быть я сегодня найду время очень трудно найти время у меня четыре внука мама больная сессия вот и у меня чисто физически и морально не хватает ресурсов иногда чтобы записать видео в общем всем пока всех целую всем всего самого наилучшего даже про погоду ничего не сказала пока